Друзья, всем привет! Сегодня 20 февраля, в годовщину расстрела Небесной Сотни, я попытаюсь ответить на, как мне кажется, важный вопрос, который мне очень часто задают мои подписчики и мои друзья. Почему я так ожесточенно критикую Порошенко Петра Алексеевича? Почему я не отцеплюсь от него и его деяний, когда уже прошло два года и Порошенко уже как бы не президент? И можно и нужно уже критиковать Зеленского и власть, которую он привел. И вот мой ответ. Сегодня день, когда были расстреляны десятки человек в Киеве. Это было, мы помним при каких обстоятельствах, 7 лет назад. И каждый год в этот день я помню вой, который стоял над Майданом 20 февраля 2014 года. И этот вой, этот стон, этот плач людей, которые собрались тогда, он будет в сердце всех украинцев, всех людей, которые приняли то, что произошло на Майдане. Приняли это самопожертвование, эту жертву, которая была прологом к большим жертвам, которые мы потеряли на востоке Украины, тысячи людей. И жертва этих людей, она учит нас одному, она учит определенности. Потому что эти люди отдали свою жизнь за определенность. Они хотели другой Украины, свободной, сильной, демократической, в которой есть развитие, в которой есть процветание, в которой нет всего того, что осталось после Майдана. Вот они отдали это, за это они отдали свои жизни. И Порошенко это все слил в унитаз. Сливал он унитаз постепенно, под всякими оговорочками, под всякими предпосылками, под подсосом всяких факторов, которые не позволяют сделать определенные шаги. Объявить Россию агрессором, назвать войну войной, выкинуть пророссийские силы из Украины, закрыть Медведчука, выкинуть его из Украины, если не можешь закрыть. И нам он пять лет втирал сначала и делал прямо противоположное, за что легли в могилу люди 20 февраля 2014 года. Вот главная претензия. Он является двуличным человеком, который настолько двулично и цинично правил Украину, обманув ожидания светлой части населения Украины, тех, кто поверил, что сообща, мы можем решить наши проблемы. И вот эта двойственность, вот это двуличие, с помощью которого он нас втравил в языковые вопросы, вопрос относительно веры, относительно истории, педалируя внимание туда-назад в прошлое, свалив нас в мелкотравчатый срач, заставив тратить нашу огромную социальную энергию на борьбу с самими собой, украиномовных, с российскомовными, православных, там различных течений с православными, патриотами, с непатриотами, которых они, как они называли их там, да, в условиях, когда есть агрессор, есть страна, есть государство во главе с лидером Путиным, которое напало на Украину и которое сделало то, что сделало, вот он нас провалил во внутреннюю дискуссию абсолютно бесперспективную, во внутренний конфликт абсолютно опасный. И поэтому можно, как говорил Гордияев, все понять, но нельзя все простить. Такие вещи никогда прощать нельзя, потому что они хоронят перспективу, они убивают этот социум несчастный, они отрицают нормальные человеческие ценности, они отрицают любовь, они отрицают жизнь как таковую. Ауэрмавир – это архаика и культ смерти. И все, что Порошенко делал, особенно на завершающем этапе, это было по поводу прошлого, куда он тянул страну, это было по поводу смерти, от них несет мертвечиной. И поэтому не случайно мертвечук является его визави. Визави в том плане, что визави партнер, назовем так. И мы видели на протяжении каденции Порошенко, как Медведчук расцветал. Он расцветал не случайно, не потому что просил Путин, а Порошенко не мог отказать. Ведь сегодня Мирослав Гай, такой известный парохобот, кадровый, как я их называю, он написал очередной пост, в котором убедительно нам всем рассказывает, почему Порошенко не мог закрыть Медведчука, почему Путин требовал, чтобы Медведчук участвовал во всех переговорах, иначе нам бы не отдавали пленных. Вы понимаете, что они готовы оправдать все. Я поэтому не воспринимаю людей, которые в 18-19 году пошли за Порошенко после всего, что произошло за годы его правления. Одно дело, когда ты самообманываешься, когда человек глупый, когда он не способен на рефлексию, не способен просто понимать суть вещей, а другое дело, когда это люди тонкие, умные, которые прекрасно все понимают, но которые идут под Армавиром, под этими баснями, вводят в Оману, обманывают миллионы людей для того, чтобы сохранить дальше это двуличие, дальше эту неопределенность, дальше это гибридное государство, в котором есть постоянная растяжка между теневым государством, в котором все пилится направо и налево, в котором договорники, в котором Ровенский суд разрешает забрать Медведчуку этот продуктопровод, через который шла солярка в Украину и в Европу. А с другой стороны, нам рассказывают, что вы пособники Путина, вы пособники России и прочий бред, которые не вешали клеймом на многих нормальных людей, и заставили нас пересыраться между собой. Не за это умирали люди на Майдане. И поэтому мы не можем успокоиться до того момента, пока Петр Алексеевич и вся эта армавировская двуличная рать не будет навсегда сметена в корзилую историю, что не будет у них никаких шансов подняться, претендовать даже на власть. Вот до этого момента нельзя успокоиться. Потому что пока они будут иметь хоть какую-то власть и претендовать на нее, до этого момента Украина будет в опасной зоне, она не будет иметь никаких перспектив. И поэтому память о Майдане и том, что там произошло, она должна нас толкать от тех людей, которые действуют прямо принципиально противоположно тому, за что боролись люди на Майдане. Вопреки, прямо противоположно идеалам Майдана. И многие могут сказать, что у многих идеалы на Майдане были какие-то разные. Действительно, там были люди, которые, условно говоря, национальные, за национальный проект были, за либеральный проект, за кей-клугл на проекты. Но прежде всего все эти люди были за справедливость, потому что они поднялись на почве неприятия, жесточайшего избиения людей 30 ноября 2013 года, которая возмутила любого нормального человека. И можно в этом видеть какую-то политехнологическую игру внутри партии регионов, искать след Левочкина, Фиртыша и так далее, кого угодно. Но факт избиения вызывает справедливое возмущение. И власть, которая не наказывает виновников такого избиения, она является аморальной по своей сути. И поскольку за такое огромное количество времени до сих пор не наказаны эти люди, не наказаны те, кто расстрелял Майдан, не обозначены, значит, ответственны, не установлены, были уничтожены доказательства по поводу расстрела Майдана, очень многие, то до этого момента Украина будет в зоне риска, в зоне опасности. И мы должны делать вот то, что мы делаем. Мы должны списать в утиль всю эту старую элиту, под каким бы они предлогом не пытались пропетлять там и так далее. Цинично их использовать, да, потому что по-другому не получится. Таковы реалии. Но помнить этот вой, помнить этот стон, помнить эту жертву 20 февраля 2014 года, это позволит установить правильную систему координат, отношение к тому или иному политику. Поскольку если политик начинает петлять, вот в отношении к этому расстрелу, к тому, что произошло на Майдане в феврале 2014 года, и начинает нам рассказывать сказки, что нельзя было сделать, почему нельзя сделать, почему была такая система, то вот все, на нем можно ставить крест, как на Петре Алексеевиче. Ну, надеюсь, я доходчиво объяснил свою позицию. Пока.